В октябре 1944 года завод номер 156 НКАД Предъявил на государственные испытания новый скоростной бомбардировщик под заводским номером 63 Самолет 63 модернизирован из однотипного самолета 103 Испытанного в НИИ ВВС Красной Армии в 1941 году с моторами АМ-37 И в 1944 году с моторами АМ-39 Главный конструктор самолета, герой социалистического труда Генерал-майор инженерно-авиационной службы профессор Андрей Николаевич Туполев Государственные испытания самолета 63 проводили Ведущий летчик полковник Нюхтиков Ведущий штурман полковник Цветков Ведущий инженер, инженер-капитан Шубралов Техник-испытатель Техник-лейтенант Филоненко Самолет 63 в конструктивном отношении представляет собой Двухмоторный цельнометаллический моноплан С верхним расположением крыла И разнесенным вертикальным оперением Основной особенностью самолета 63 Является размещение штурмана и стрелка-радиста в одной кабине В хвостовой части фюзеляжа Крыло самолета трехланжеронное Честонного типа Состоит из центроплана И двух отъемных консолей Задняя часть крыла несет посадочный щиток Типа Шренк И элерон типа Фриз Управление щитками гидравлическое Максимальный угол открытия щитков 45 градусов Площадь крыла 48,8 квадратного метра Размах крыла 18,86 метра Поперечная В 6 градусов 9 минут Фюзеляж самолета состоит из четырех отъемных частей Носовой Кабины летчика Центропланной И хвостовой Носовая часть придает фюзеляжу удобно обтекаемую форму Кабина летчика закрыта фонарем Подвижная часть фонаря может быть аварийно сброшена В центральной части фюзеляжа расположен бомболюк с двумя боковыми створками В хвостовой части фюзеляжа расположена кабина Общая для штурмана и стрелка-радиста Кабина закрыта фонарем Для покидания самолета в воздухе Передняя часть фонаря имеет верхнюю крышку И левую боковую створку Сбрасываемые в полете от специальной ручки Хвостовое оперение самолета Свободно несущее двухкилевое На руле высоты установлены триммеры Левый для балансировки самолета в нормальном полете Правый триммер для ввода и вывода самолета из пикирования При помощи специального автомата Площадь вертикального оперения 5,81 квадратного метра Площадь горизонтального оперения 8,72 квадратного метра Шасси самолета одностоечнее В полете шасси и хвостовое колесо убираются При помощи гидросистемы Тормоза колес пневматические На самолете установлены два мотора АМ-39Ф Жидкостного охлаждения с двухскоростным нагнетателем Винты АВ-5ЛВ-22А Диаметром 3,6 метра Прямой схемы На моторах установлены реактивные выхлопные коллекторы Номинальная мощность мотора у Земли 1580 лошадиных сил На высоте 1400 метров Она достигает 1600 лошадиных сил И на высоте 6250 метров 1500 лошадиных сил Гарюти размещается в 8 протектированных бензобаках Расположенных в центроплане и консолях крыла Общая емкость баков 2360 литров Два масла бака расположены за моторами Перед противопожарной перегородкой Общая емкость масла баков 220 литров Жидкостные радиаторы системы охлаждения моторов Установлены в центроплане По три радиатора на каждый мотор Управление створками радиаторов гидравлическое На внешней стороне моторных гондол Установлены жидкостные радиаторы Системы охлаждения воздуха Поступающего в мотор после нагнетателя Для обороны передней полусферы На самолете установлены две неподвижные пушки ШВАК калибра 20 мм С боезапасом в 300 патронов Для обороны задней полусферы Установлен у штурмана пулемет УБТ Калибра 12,7 мм И люковая установка с пулеметом УБК Калибра 12,7 мм Нормальная бомбовая нагрузка самолета Тысяча килограммов Максимальная емкость бомбодержателей Четыре тысячи килограммов Внутри бомбового люка Могут подвешиваться бомбы калибра От ФАБ-50 До ФАБ-2000 А на наружных замках От ФАБ-250 До ФАБ-1000 Для бомбометания с горизонтального полета В кабине штурмана устанавливаются прицелы ОПБ-1Р И НКПБ-7А Броневая защита летчика состоит Из спинки сидения Изготовленной из стальной брони Толщиной 15 мм Броневого стекла толщиной 65 мм Установленного в фонаре кабины И заголовника Из прозрачной брони толщиной 65 мм Для защиты штурмана и стрелка-радиста Снизу установлены на крышке входного люка Броневая стальная плита Толщиной 6 мм И с обеих сторон фюзеляжа Броневые листы Толщиной 6 мм А сзади установлены щиток и бронеплита Толщиной по 12 мм Для поддержания связи с землей И другими самолетами в воздухе Имеется приемопередающая радиостанция РСБ-3БИС Которая обеспечивает радиосвязь на полный радиус действия самолета Запас кислорода для питания всего экипажа Состоит из трех 8-литровых баллонов Пустой самолет весит 8 280 кг Центр тяжести пустого самолета лежит на 15,5% средней аэродинамической хорды Нормальная нагрузка самолета состоит из экипажа 270 кг Горючего 875 кг Масло 130 кг Вооружение с боезапасом 286 кг Бомб 1000 кг Съемного оборудования 84 кг Нормальный полетный вес самолета 10 925 кг Центр тяжести нормально нагруженного самолета с выпущенным шасси Лежит на 25,8% средней аэродинамической хорды При удвоенном количестве горючего и дополнительном запасе масла Перегрузочный полетный вес составляет 11 850 кг Центр тяжести при перегрузочном варианте и выпущенном шасси Лежит на 26,1% средней аэродинамической хорды Уборка шасси смещает центр тяжести назад на 1,8-1,9% средней аэродинамической хорды Разбег самолета на взлетном режиме работы моторов 535 метров Взлетная дистанция 1420 метров Максимальная скорость полета самолета с нормальным полетным весом При номинальном режиме работы моторов у Земли 524 км в час На первой границе высотности 2600 метров 571 км в час На второй границе высотности 7300 метров 627 км в час Высоту 5000 метров самолет достигает за 8,7 минуты Практический подолок самолета 10100 метров